Меня зовут Попов Константин. Я руководитель ассоциации выпускников MBA Плехановской академии. У нас так получилось, что в Плехановке существует две ассоциации. Есть ассоциация общая, большая мы ее называем, выпускников. И, соответственно, есть маленькая ассоциация. Это ассоциация тех людей, которые закончили MBA программы. И, соответственно, в основном... Ну что такое? Вот кликер. Сказали, что будет работать. Табанули. Это те выпускники, которые закончили MBA программы. Опыт MBA программ накоплен достаточно большой. И вот я закончил MBA программу здесь 14 лет назад. И, в общем-то, 14 лет занимаюсь ассоциацией выпускников. А вот в этом мероприятии, которое мы проводим сегодня, нас поддерживает союз выпускников Новосибирского университета, Российская экономическая школа, безусловно, Плехановская школа «Интеграл». И, соответственно, впервые к нашим программам подключился Санкт-Петербургский государственный университет. То есть у нас спектр программ совместных увеличился весьма существенно. Почему мы выбрали именно вот эту тему? Сегодня, профессии будущего. Знаете, 15 лет назад мне довелось быть в Красноярске, и был круглый стол, посвященный проблемам молодежи. Как я там оказался, ну, бог его знает, ну, так получилось, да, и пригласили меня экспертом. А тогда был кандидатом в губернатор и Хлопонин, который нынче вице-премьер. И вот мамашки задают ему вопрос. Слушайте, вот ты губернатор будущий, да, вот мы выучили своих детей, а работы по специальности они не могут найти. На что Хлопонин им отвечает. Слышите, мамашки, а вы на какие специальности отправляли? Ну, вот мой вот тут юрист, вот, слушайте, он говорит, у меня на Норильском в Никеле не хватает инженеров. Инженерам бы я всем работу нашел без всяких вопросов. И мы сегодня хотели бы поговорить как раз о том, куда идти, куда идти молодежи, куда идти, вот я смотрю, в зале уважаемые такие, вот уже понятно, куда идти вашим детям. И, соответственно, мы пригласили эксперта. Сбербанк это на сегодня одна из самых технологичных компаний, понимающий, куда идет рынок. Анатолий Леонидович Попова. Анатолий Леонидович, прошу вас. Есть древняя притча о каменщике. Каменщик кладет камни, и у него спрашивают, что вы делаете? Один каменщик ответит, я кладу камни, а другой ответит, я строю храм. И, конечно, думая о нашей работе, если спросить у финансиста, он скажет, мы зарабатываем прибыль. Спросить у клиентского менеджера, мы обслуживаем клиентов. Но на самом деле все мы работаем для того, чтобы нам в нашей стране жилось немного лучше. Потому что предприниматели – это и есть те люди, которые создают новое качество жизни, новый сервис, удобство, комфорт, сокращают расстояние, делают друг друга ближе. И в конечном итоге мы все становимся одной большой семьей. И наша страна развивается чуть быстрее. Нам всем становится жить удобнее и комфортнее. Во-первых, конечно, для меня большая честь выступать сегодня перед вами. И, надеюсь, я так не буду сильно долго по слайдам. Я постараюсь, чтобы у вас было время на вопросы. Поэтому, наверное, самое ценное – это вопросы. Я прошу не стесняться и готовить. Мы обязательно в конце оставим на это время. Удивительно встретить такой стол дубовый, вроде такой современный зал, такой дубовый стол – это, так сказать, напоминает мне немножко старый Сбербанк. Мы, когда раньше начинали там работать, у нас было так выступление, это кафедра, периметр обороны от клиентов, от сотрудников. Но в конечном итоге мы подобные столы и кафедры уже их нет у нас в организации. Мы их все смогли убрать. И даже Герман Оскарович, я могу сказать, который, в принципе, человек, трансформировавшись из министра в руководителя коммерческой организации, смог отучить себя даже от выступления за периметром. Ну, то есть, когда ты стоишь здесь, вот спрятавшись, облокотившись или там так как бы оброняешься от вопросов иногда не всегда приятных. Я два слова просто скажу о том, чем я занимаюсь. Понятно, что, наверное, вам не надо представлять Сбербанк. Ну, я работаю сейчас с юридическими лицами. До этого работал с сетью, отвечал за работу всех отделений. Там, знаете, у вас банка порядка 15 тысяч отделений было. Мы, в общем, много сделали того, чтобы у нас не было очередей, чтобы нам не стыдно было в глаза своим клиентам смотреть. Ну и, конечно, наша клиентская база, там больше 120 миллионов клиентов по всей стране. Я не знаю, есть ли тут клиенты в зале, да, я думаю. Точнее, есть ли не клиенты Сбербанка? Давайте попробуем так, да, раз. У нас еще есть возможность, да. Спасибо большое, что вы смело поднимаете руки. Это значит, что атмосфера открытости у нас еще есть, потому что нам еще, значит, есть над чем работать. Не все еще стали клиентами банка. Собственно, понятна важность нашей организации. У нас, наверное, подчеркнул один момент. У нас в 2012 году, в пятницу, 26 июля, какой-то был сбой один раз, и у нас карточный процессинг замер на 2,5 часа. На 2,5 часа остановился прием карт в торговой сети, выдача денег в банкоматах, ну и, соответственно, возможности расчетов, в том числе входы в онлайн-банк и прочее. Ну, могу сказать, что вопрос поднялся на уровень первого лица с такой скоростью, что, ну, даже присутствующие представить не могут, потому что водители, которые залили свой бензин на заправке и не могут с нее уехать, ну, это большая проблема для всех. Ну, и для нас это большая ответственность, потому что помимо того, что мы, наш карточный процессинг сейчас в пике, я могу сказать, пик был 7 марта, даже не перед Новым годом, а 7 марта, ну, где-то в первые половины дня случился пик, и нам удалось преодолеть, там, цифру 36 тысяч транзакций в секунду. То есть 36 тысяч обращений, в первую очередь, наш карточный процессинг, я про него сейчас говорю, это, ну, как бы большая цифра, это высокий уровень надежности, который мы должны демонстрировать, и отказовоустойчивость. Наверное, вот тут несколько цифр, думаю, что мы немножко их пролистнем, но самое главное, что это большая команда сотрудников, это 2,5% трудоспособного женского населения страны, это очень важно, поэтому, когда думая о наших сотрудниках, это всегда, как правило, женщины, и нам очень важно понимать и ценности, ну, например, может быть, один из простых примеров, мы, есть часто, организации говорят о клиентоориентированности, изобретают всякие разные скрипты, которыми должны говорить сотрудники, запускают тайных покупателей, которые должны контролировать качество работы этих несчастных сотрудников, но и мы тоже так прошли по этому пути, пути контроля, пути наказаний за ошибки наших сотрудников, которых, ну, фактически, ежедневно обслуживают клиентопоток более 3 миллионов клиентов, которые заходят в наше отделение. И в какой-то момент мы поняли, что мы все эти действия делаем зря, если наш сотрудник несчастлив, ну, по какой-то потольной причине, он перерабатывает, у него высокая интенсивность труда, или какие-то ряд других причин, у него злой начальник, да, в конце концов, то он не сделает счастливого вашего клиента. И поэтому где-то с 2013 года мы, ну, в одной из там реформ, ну, там, они у нас каждый день, поэтому, в принципе, в одной из элементов нашей эволюции был вознан счастливый сотрудник, довольный клиент. То есть мы поставили сотрудника как главного бенефициара наших перемен, который должен был, почувствовав это, сделать нашего клиента, в конечном итоге, более счастливым и довольным. Это легко сказать, но трудно сделать в организации, которая, ну, достаточно иерархическая. Банк, это дисциплина, это ценности, это порядок работы. И, ну, в общем, мы потратили довольно приличное время, чтобы действительно наши сотрудники почувствовали, потому что они же голосуют ногами. У нас была текучесть, наверное, в 2012 году порядка 30%, то есть 120, там, тысяч человек обновлялось со скоростью 30%. Кто сможет примерно вычислить, сколько приходилось нанимать, учить, готовить наших людей, но эта цифра порядка 30-40 тысяч человек. То есть это гигантская работа, а самое главное, что неопытные сотрудники допускают ошибки. Они опять так по спирали делают круг проблемы или там несчастья нашего клиента. И нам удалось этот круг разорвать и добиться высоких уровней вовлеченности сотрудников. И, конечно, ну, я надеюсь, что нам еще, мы много что сделали для того, чтобы они были счастливее. И у нас еще большая работа предстоит, чтобы они, ну, чтобы действительно нам помочь нашему сотруднику чувствовать себя не только, как бы, счастливым самостоятельно, но и что он может сделать счастливым своего клиента. Развитие наших клиентских сервисов. Наверное, такие цифры, каждый третий кредит юридическим лицам мы выдаем. Можете кто-то спросить, почему не 50%, почему не 60%. В общем, довольно взвешенная позиция. Мы работаем с лучшим рынком, поэтому, собственно, наша прибыль лучше гораздо, чем у наших коллег по цеху. Мы не работаем с каждым клиентом, не кредитуем каждое юридическое лицо. и, как бы, кредитоваться у нас это, ну, как бы, мы работаем только с лучшими клиентами. Это действительно так. Но, может быть, то есть те цифры, которыми гордится наша команда. Наверное, это, понятно, размер капитализации. Он, конечно, немножко подснизился тут на прошлой неделе, когда, да, в прошлую пятницу ряд изменений произошло. Но мы, в общем, сильно на эту тему не переживаем, потому что вчера мы объявили дивиденды 12 рублей на акцию. Акция стоит порядка 200. То есть доходность такая же, лучше, чем доходность по депозиту. То есть даже если вы купите акции по 200, и там, ну, сейчас они уж, к сожалению, не 200 стоят, а там 220 ближе к вечеру. Вот. Но вы получите доходность лучше, вот даже, просто без всякого движения курса, получите доходность, по дивидендную доходность лучше, чем по большому количеству финансовых инструментов, которые доступны. Вы, в принципе, здесь, я это понимаю, экономисты, считать умеете. Соответственно, прибыльность порой мы возвращаем своим инвесторам 25% возврат на капитал. Мы являемся номер один банком в мире, поэтому показать среди крупных банков. Понятно, что есть какие-то небольшие, может быть, стартап-банки, которые чуть лучше ROI возвращают, но из крупных банков. Второй банк это АУ в Бразилии, тоже очень крупный банк. Третий банк Royal Bank of Canada, тоже очень достойный, приличный банк. И СИР, это банковская индустрия, если в традиционных отраслях принят такой показатель EBITDA margin, и часто организации сравниваются EBITDA margin, там 40, 30, 20, то банки сравниваются по показателю cost to income, ну то есть расходы, соотношение расходов к доходам, и ну у нас банк имеет показатель 33, то есть на каждый рубль потраченный, мы возвращаем 3 рубля прибыли. То есть и в принципе когда мы осмысливаем тот или иной проект для себя, если мы собираемся потратить рубль, мы должны вернуть 3. Это такая простая формула, достаточно, но очень дисциплинирует наших сотрудников для того, чтобы не тратить ресурсы зря. Наша рыночная капитализация, мы были чуть выше, попадали даже в более высокие позиции, но в принципе сейчас находимся на 21 месте, еще недавно были на 15, мы работаем для того, чтобы двигаться вверх. Собственно наши у нас есть, мы недавно утвердили трехлетнюю стратегию, в принципе она на таких больших китах находится, это лучший клиентский опыт, технологическое лидерство, люди нового качества. Сегодня, я так понимаю, будем говорить как раз про людей и про возможности, которые открывают новые профессии для людей, у меня есть несколько слайдов, мы на эту тему поговорим. Собственно про знания, я тоже в общем продукт нашей высшей школы, заканчивая Новосибирский университет, Мехмат, потом эконом, но к счастью мои знания как выяснилось сейчас они пригождаются, может быть до этого я не так сильно использовал свои Мехмат знания, работая на менеджерских позициях. Экономические знания, они тоже в общем так сказать скорее большая логика и математика наверное пригодились, но если вернуться назад, спросить у меня сколько бы я потратил на ту программу, которая мне нужна сейчас для моей работы, я бы сказал ну наверное максимум полтора года, то есть я в принципе учился почти там шесть лет, как бы за полтора года наверное, и то что мне нужно, мне не надо дифференциальные уравнения или там уравнения математической физики, которые я изучал, они очень полезны, но к сожалению на работе мне не нужны. Я безусловно, это одна часть марлезонского балета, вторая доступность материалов, сейчас наверное вы сами знаете, что какое гигантское количество интернет-ресурсов предлагает достаточно качественный образовательный контент, что большинство мировых университетов имеют абсолютно открытые источники по образованию и лекции, то есть в принципе это открывает возможности ну совершенно другой образовательной конкуренции и ну если мы вернемся там может быть в годы товарища Ломоносова, который пешком вы знаете дошел до Москвы за образованием, чтобы то есть сейчас в принципе пешком ходить не надо и миллиард триста населения Индии в состоянии обратиться к этим ресурсам и у них есть преимущество они знают английский язык в большинстве своем ну если вот так вот ехать от Москвы здесь может километров на триста у нас с английским языком плохо к сожалению и в стране плохо и наши ну в том числе и наши сотрудники немногие говорят по-английски мы например в Москве у нас всего три офиса для работы с юридическим лиц где наши сотрудники квалифицированно говорят на английском языке к сожалению мы не можем даже больше себя позволить организовать это проблема если вы выйдете в Восточную Европу там показатель гораздо лучше английский большая проблема собственно вы наверное знаете классические истории как компании которые традиционно производили определенные продукты да и потеряли свой рынок кодек изобрел цифровую фотографию но к сожалению не смог на этом рынке удержаться то есть тут важно не только компаниям уметь делать какие-то инновации но и наверное как вторая часть уметь их увидеть распознать в своей команде и продвинуть вперед собственно эра экспоненциального роста я думаю что вы все являетесь свидетелем этого экспоненциального роста два слова может быть давайте попробуем про там любимое слово искусственный интеллект да вон сейчас в моде блокчейн прочее ну давайте про искусственный интеллект мы все еще два года назад когда набирали в своих навигаторах когда надо было куда-то поехать или когда мы хотели забить какой-то адрес мы это делали руками сейчас уже все таксисты когда вы садитесь в Москву в такси а никто руками ничего не набивает все что-то говорят телефону да и телефон их куда-то везет это и есть практические применения это казалось ну как бы в принципе наверное невозможным что распознавание голоса будет таким качественным а оно уже действительно качественное и я могу сказать что более того когда сейчас идет звонок оператору в наш мой колл-центр этих звонков 25 тысяч в день по порядка 70 процентов тематик мы слушаем этот звонок и уже на автомате поднимаем ответ потому что у нас поисковая система наша она просто поднимает ответ это мы как бы сделали последние там полгода потому что технология стала очень хорошей это означает ну фактически то что понятно что у нас есть даже робот который отвечает на часть звонков и 15 процентов звонков закрывает робот по самым банальным тематикам где ближайшие банкоматы и прочее это уже закрывает робот он слушает звонок спрашивает адрес его распознает и выдает клиенту необходимый ответ это просто это трудно было представить даже как бы ну нам как бы я работал в банке 4 года назад я не мог себе представить что это будет так а это уже так как это будет через 4 года я мне сложно предсказать но боюсь что мы сегодня будем говорить про профессии которые будут ну вряд ли выживут это важно собственно это и меняет капитализацию да вряд ли Ларри Пейдж и Сергей Брин в 98 году когда они там собрались у Сары в доме думали что они создадут одну из крупнейших компаний в мире но по факту это так я 3 недели назад был в офисе корпорации Google в долине я могу сказать что потрясает умение распознать новые технологии нет боязни проинвестировать нет боязни потерять деньги и потому что ну как бы в традиционных организациях ну поверьте даже в Сбербанке чтобы сделать так называемое ФЭО финансово-экономическое обоснование там надо проползти приличное количество километров в этих компаниях все немножко проще и конечно битва за таланты вот давайте задам вопрос как вы считаете сколько вот есть экономический факультет и есть факультет искусственного интеллекта в Стэнфордском университете он выпускает порядка 120 выпускников в год как вы думаете сколько стартовая зарплата выпускника Стэнфордского университета по специальности искусственный интеллект 200 200 да типа но больше уже про годовой давайте 320 спасибо за ответ 320 тысяч долларов в год получает выпускник Стэнфордского университета который специализирует на работе с большими данными искусственного интеллекта 320 тысяч мы понимаем что наши отечественные вузы выпускают других специалистов но рынок стал открытым это тоже большой вызов и вызов для государств в том числе потому что и для компаний мы уже все конкурируем в этом смысле на глобальном рынке даже последняя блокировка телеграм вы наверное читаете кто-то из вас пользуется телеграмом да есть ли да и вы наверное понимаете что технология облачного хостинга да и технология там которую так сказать телеграм подменяет теперь IP адреса используют их постоянно для того чтобы по-прежнему доставлять свой сервис своим клиентам она ну как бы достаточно новая технология которая не существовала сейчас уже с другой стороны если компании перестали совершенно строить новые дата центры и все используют так называемые облачные вычисления без которых современная уже банк или компания уже ну как бы трудно представить потому что ну если два слова на эту тему ну представим что у вас есть дата центр да и вот есть необходимая мощность которую мы рассчитали для работы нашего карточного процессинга мы рассчитали под пиковую загрузку допустим 7 марта 36 тысяч транзакций на всякий пожарный мы держим двойную мощность вдруг там что-нибудь случится значит держим 72 держим в пик 72 тысячи это под 7 марта что же делает этот процессинг ночью 3 января когда он никому не нужен он работает там там 300 транзакций в секунду он просто никому не нужен ни вычислительная мощность ни хранения такой емкости не нужно и облачное вычисление как минимум в три раза дешевле чем традиционные там вычисления облачное хранение тоже значительно дешевле это и самое главное оно становится еще дешевле вот это очень важно потому что вот компания Амазон которая является лидером на представлении облачных сервисов снижала цену за последние 3 года 16 раз то есть обычно же мы привыкли к тому что цены растут а тут как бы цена падает 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 и фактически ну это тоже революция определенная в работе крупных компаний те компании которые не приспособили свою IT-архитектуру под облачные сервисы а это большинство банков к слову сказать и Сбербанк в том числе у нас очень наверное 1% у нас на текущий момент вычислений и хранения делается в облачных к сожалению мы тоже не приспособлены у нас тоже традиционные дата-центры которыми мы гордились строили из камня стекла бетона делали резервирование делали много технологических вещей они оказались ну как бы фактически не нужны потому что приходит новая технология которая и уберет в том числе и дата-центры для таких компаний как мы потому что их выгоднее размещать в других местах крупнейшие компании типа Амазона получат гораздо лучшую цену за серверные мощности за электричество и так далее а благодаря сети скорость передачи данных уже не становится критическим фактором собственно давайте пропустим как бы лозунги ну я два слова наверное сказал про изменения на рынке труда давайте вот про профессии которые были и как они меняются вот давайте как бы нотариусы я вот просто меня болит вот душа про нотариуса мне все время как бы душит жаба когда я прихожу к нотариусу жду там 40 минут в коридорчике в тесном там значит спрашиваю кто последний потом захожу в пустую комнату сидит человек за столом смотрит в мой паспорт говорит действительно вы хотите дать доверенность своему ребенку за выезд за границу я говорю да да хочу пожалуйста ставит подпись берет с меня тысячу рублей и значит как бы мы расстаемся вот как бы ну очевидно эта работа не стоит тысячи рублей и технология с постоянной эту работу заменить и я уверен что как бы эта профессия исчезнет в ближайшее время потому что на подходе ну много биометрических технологий начнем с этого ну давайте про самую простую у вас у многих наверное есть заграничный паспорт кто-то ездит за границу в нем такая пластиковая штучка в ней есть такая посмотрите на свет есть чип да это биометрический чип который с 2009 года есть в российском заграничном паспорте к сожалению пока в заграничном не общегражданском он есть в заграничном что этот чип дает когда вы пересекаете границу теперь это на самом деле довольно быстро происходит потому что ваш именно чип прикладывается к этой штучке делается отметка и вы соответственно проходите границу но уже с февраля этого года с помощью этого чипа приложив его к мобильному телефону андроид который открывает доступ к NFC считывателю можно зарегистрировать например ИП или ООО с одним участником и открыть счет одновременно в банке то есть это некоторые первые шаги как бы к биометрическим технологиям которые то есть казалось бы если можно открыть ООО и ИП почему нельзя отдать доверенность своему ребенку на выезд за границу и можно более того правительство Российской Федерации приняло решение ну там в Думе в ближайшее время пройдет закон что электронная регистрация ИП не будет облагаться пошлиной сейчас ИП пошлина 800 рублей для регистрации ООО пошлина 4000 рублей и пошлина при электронной регистрации браться с граждан не будет вот это в принципе некие такие первые практически шаги те которые изменят ну большое количество профессий юридических регистраторов когда вы можете просто как привожить паспорт и я могу сказать что сейчас уже в ближайшее время готовится выпуск общегражданского паспорта который будет содержать такой же биометрический чип и будет водительское удостоверение которое будет этот же чип содержать то есть это все в обозримом будущем изменит вот эту так сказать карту и поверьте мне как бы это произведет для вас незаметно через 5 лет просто мы соберемся в этом зале вы удивитесь что это так это действительно будет так потому что это неизбежно технология она уже готова ее можно было в 2009 году сделать просто почему-то не хватило решимости у государства это сделать я могу сказать почему мы являемся обладателями например такого паспорта NFC считали Россия готовилась к входу в шенгенскую зону тогда и было принято решение в 2007 году эту технологию разработать она разработана в ней российская криптография этот чип у вас у всех в загранпаспортах есть я надеюсь что будет ну очень серьезное изменение здесь ну про бухгалтеров не будем говорить тут наверное тоже я надеюсь что у вас нет желания быть бухгалтерами в Сбербанке было да в Сбербанке было я могу сказать коллеги пять лет назад порядка шестнадцати тысяч бухгалтеров количество бухгалтеров они в красной книге у нас сейчас на текущий момент их осталось 600 и как бы стремительное количество их уменьшается то есть каждый год примерно половина бухгалтеров ну я не хочу такое слово говорить оптимизируется ну как бы находит другую работу в банке это реальность потому что ну щелкать на счетах ну как бы нет в этом необходимости вот есть мне нравится атлас новых профессий которые сколково выпустил вы можете у них на сайте найти это открытая информация я считаю что вам как бы тем людям которые думают о своем будущем полезно с этим атласом ознакомиться вы поверите он немножко мелковат здесь ну как бы я не знаю моя презентация может там доступна будет вот и я собственно ну считаю полезным вам с этой атласом ознакомиться вот ну собственно здесь как бы наверное некоторые тезисы звучат про какие люди могут быть полезны ну наверное самое важное качество это коллаборативность оно никуда не денется то есть вы знаете что есть люди которые ну всегда и у вас есть такие знакомые друзья которые без мыла как говорится залезут вот умеют сотрудничать и сотрудничество очень важное качество которое по-прежнему является очень важным ну и соответственно про остальные качества поговорим чуть дальше здесь на этом слайде я все-таки остановился бы на одном как бы качестве которое мне кажется очень важным это ну программирование робототехника и ии вот я просто хочу рассказать про свою команду у меня в команде сейчас здесь вообще всего 20 тысяч человек работает с юридическими лицами в Сбербанке из них порядка двух с половиной тысяч это сотрудники которые здесь работают на Кутузском проспекте недалеко отсюда моя команда команда состоит из примерно тысячи сотрудников которые занимаются бизнес вопросами разными мы там от вопросов кредитования расчетов не знаю внешнеэкономической деятельности а 1600 это разработчики разного типа которые делают либо разработку фронтальных систем либо бэк-офисных систем либо работу с данными обработка данных аналитические модели риск модели и так далее подготовка обработка данных собственно вот так выглядит команда банка то есть у нас уже давно нету каких-то таких как-то людей которые пишут приказы и ну и значит как бы как-то раньше я называю обеспечить выполнение показателей знаете обеспечить выполнение показателей такое клише которое мы стараемся искоренить из своей работы так выглядит наша команда и мы там может два слова я затрону собственно от человека который работает в первую очередь на стороне бизнеса требуется понимание вот вопросов программирования как формируется код что такое код ревью и что с этим кодом делать казалось бы ну зачем это нужно вы же банк но мы выпускаем продукты и во многом у продуктов есть цифровой очень важный слепок без него наши продукты уже давно на бумаге не существует и мы работаем для того чтобы бумагу уничтожить вообще у нас есть банки задачи как бы ну я могу про себя сказать я сдаю 560 тысяч коробок бумаги в архив ежегодно это в том числе бумажные кредитные договора которые мы подписываем с клиентами не вот такой толщины кредитное досье это досье юридического лица которое еще в соответствии с требованиями регулятора мы обязаны после закрытия отношений с тем или иным юридическим лицом хранить порядка точнее не порядка а ровно 5 лет то есть требование звучит именно так центральный банк российской федерации заставляет нас после того как мы закончили отношения с юридическим лицом хранить еще 5 лет это в архиве то есть бумажном виде где-то там у нас стамилина гигантский склад есть там но это очевидно как бы устаревший формат как бы он и будет изменен и передо мной стоит задача все свести в ноль мы работаем с центральным банком российской федерации чтобы все эти бумажные носители уничтожить ну и соответственно мы надеемся что будет меньше леса пилить как следствие ну и все процессы в той или иной степени с той или иной скоростью придут к безбумажному формату про эту тему мы поговорили про приспосабливаемость и вот у нас тоже и в нашей организации которая трансформация которую мы осуществляли у нас был большой вызов у нас далеко не все сотрудники были готовы ну стать ну как бы называем там цифровыми агентами работать с айти разработкой но практика показывает что проще бизнес человек ну допустим вернемся к вузу плехановскому человеку с экономическим образованием его научить программированию чем хорошего программиста сделать специалистом в пользовательском опыте и понимать как должен быть выглядеть тот или иной продукт советую почитать книжку кстати книжка достаточно интересная я думаю что она вам так сказать точно не помешает ну собственно мы над чем мы работаем мы уже говорили про глобальную конкуренцию за таланты мы на себе очень чувствуем эту конкуренцию поверьте то есть качество разработчиков которое нам нужно для и бизнес лидеров оно вполне соответствует мировому уровню наши сотрудники они востребованы и уходят и не только в России переходят на новые позиции за рубежом поэтому мы стараемся сделать все чтобы людям нравилось у нас работать это начинает привлекательных офисов ну вы знаете что там не знаю может быть смотрели все сериалы про силиконовую долину там бесплатная жратва в офисах я в общем так прямолинейно выскажусь даже пиво я могу сказать во многих компаниях есть мы тоже в общем движемся в этом направлении мы хотим чтобы нашим разработчикам работать было удобно и в нашем офисе вы можете встретить людей в кроксах в тапках в шортах это раньше было сложно представить но как бы так удобно этим людям работать и даже вот ну в принципе костюмы я сегодня надел потому что такое очень приличное заведение в принципе я обычно в костюме на работу не хожу вот собственно у нас есть несколько лабораторий инновационных в которых мы постарались пригласить ведущих специалистов в том числе и мировых к счастью очень много русскоговорящих людей есть в том числе и в Америке и нам часто удается вернуть их назад убедить их в том что у нас есть определенные задачи будущее и мы можем за это нормально платить вот и люди возвращаются у нас есть несколько очень хороших примеров когда люди из крупнейших мировых корпораций ситибанка из крупнейших мировых вузов возвращаются и как раз помогают нам в развитии наших лабораторий ну я два слова может быть тут наверное все понятно может быть слово RPA я расшифрую это такое новое такое слово достаточно в разработке такой как бы в переводе это robotic process automatization если вы придете в бухгалтерию ну или там бэк офис любой компании вы увидите что часто сотрудники занимаются следующей работой они смотрят какой-то PDF файл его ну или скан какой-то и заносят в какие-то системы эту информацию либо из внешнего интернета это такая довольно типовая работа сотрудников ну в том числе и наши наши сотрудники примерно по моим оценкам 40% времени занимаются подобной работой они смотрят какой-то документ если вы возьмете работу юристов в том числе они смотрят и заносят какие-то системы или наоборот берут из системы заносят какой-то документ то есть эту работу появились языки программирования они выглядят как visual basic которые в состоянии работают оптимизировать то есть ну другими с вами если вы смотрите на экран и из этого поля берете эту информацию или из там окошка в экселе тащите эту информацию в систему из системы смотрите в pdf берете информацию копируете ннн ctrl-c ctrl-v все это можно запрограммировать и есть такие роботы которые гоняют эту информацию по экранам я могу сказать в Москве если вы придете открывать счет как юридического лица в нашем отделении во всех отделениях сейчас счет этот открывает робот то есть сотрудник забивает только пять полей а дальше внутри по всем системам информацию разросит маленький такой роботик ну или там на самом деле около 32 маленьких роботиков но это все происходит за секунды которые сотрудник даже не замечает он не знает что там за сценой работает маленький робот а раньше это делалось вручную ну и соответственно время операции сокращается ну там в 10 раз и ну это опять-таки меняет жизнь бэк-офисных работников вы знаете что у многих компаний есть такие бэк-офисные центры типа большие центры в Нижнем Новгороде у Кока-Колы например которые смотрят всякие счета фактуры там занимаются оплатой вот мой прогноз что за пять лет как бы с этими центрами будет все плохо потому что это ну программировать на технологии можете посмотреть один из стартапов Blue Prism который занимается он в Лондоне находится он недавно сделал IPO не так много стартапов к слову сказать делают IPO например Uber до сих пор IPO не сделал при оценке 60 миллиардов при био не было ребята сделали IPO у них очень хорошие результаты и у них multiple 30 процентов к выручке то есть их компания оценивается не к прибыли а к выручке то есть за подобными технологиями большое будущее они бэк-офисы просто убьют и у нас тоже есть лаборатория у нас порядка 100 инициатив которые покрывают эту работу и мы верим то что ну конечно это изменит в том числе и эффективное время работы нашего сотрудника мы не хотим чтобы наши сотрудники делали Ctrl-C Ctrl-V да Ctrl-C Ctrl-V посмотрел клик Ctrl-C Ctrl-V то есть мы хотим чтобы они занимались значимой работой работать с нашими клиентами ну собственно про AI наверное поговорили у нас к счастью появились вычислительные мощности для того чтобы работать с искусственным интеллектом они стали доступны я могу сказать мы встречались в силиконовой долине с рядом новых стартапов которые делают новые чипы которые вешают на традиционные чипсеты которые способны в 10 раз быстрее разгонять вычисления ну и поэтому как бы вычислительные способности растут они становятся очень доступными на маленьких чипах внутри ваших устройств не надо уже обращаться в облако это все у вас внутри и не надо зависеть от скорости передачи интернета это фактически очень сильно меняет возможности понятно вы наверное все знаете эти примеры про игру в ГО Альфа ГО и про то что новый компьютер осенью обыграл Альфа ГО там учившись по-моему там неделю или там может быть 10 дней он там сам собой играл не зная никаких правил, алгоритмов не зная что такое ферзевый гамбит он в ГО сам собой тренирует то есть обыграла Альфа ГО которые создавали до этого ну там 4 года примерно это серьезное как бы в принципе достижение потому что показывает что у этого процесса большое будущее но основная проблема к слову сказать не в искусственном интеллекте а в наличии качественных чистых данных для него то есть мы как вот большая организация у нас очень много данных и у нас основная проблема как раз эти данные почистить сложить укомплектовать трудоемкость самого процесса построения модели это там не знаю 3-5 процентов от всего того процесса как бы чтобы это все действительно работало устойчиво к слову сказать мы 30 апреля выведем на рынок кредит кредитное решение основанное на искусственном интеллекте то есть это уже не какие-то там далекое будущее для нас вот релиз основной 30 апреля у нас выйдет новый продукт и мы кредитное решение юридическому лицу оборотный кредит обязуемся доставлять за 7 минут 7 минут с начала подачи аппликейшн решение будет выдано за 7 минут включая подписание кредитно-обеспечительной документации ну собственно я несколько рассказал про бизнес ну в Америке давно уже на государственном уровне выделяются гранты грант по искусственному интеллекту в государственной политике порядка 2 миллиардов долларов грант ежегодно распределяемый и ну государство собственно активно инвестирует в это направление и ну основные собственно конкуренты здесь американские рынки и Китай сейчас попробуем победить натуральный интеллект да он побеждал мы так давайте этот слайд пропустим немножко уже говорили про него про банк да немножко затрагивал я проникновение в смежные области и вы знаете как бы не удивляют уже сотовые операторы которые выпускают кредитные карты такие как бы вроде казалось какое отношение имеет представьте телефонная компания выпускает кредитные карты и не удивляют банки которые запускают своих сотовых операторов да мы видим что это действительно так не удивляют мессенджеры которые осуществляют оплату ну там или возможность перевода в P2P и соответственно не удивляют банки которые делают мессенджер внутри своих P2P переводов то есть у нас вы знаете что есть мессенджер внутри нашего мобильного приложения им не сказать что сильно много пользуются но по крайней мере там какой-то емкий комментарий можно написать и свое сообщение сопроводить на самом деле очень забавно читать эти комментарии это целое у нас там как бы на 1 апреля определенные хохмы те комментарии которые пишут наши клиенты ну это как бы рынок очень сильно меняется и организациям надо учиться входить в смежную область и для нашего для нашей организации это большой вызов мы у нас видите есть ряд направлений вы знаете что недавно мы объявили о том что мы купили долю 50% в Яндекс.Маркете мы собственно у нас был выбор с кем осуществлять партнерство с компанией Алибаба или с Яндексом и банка приняла решение сотрудничать с Яндексом потому что мы хотим все-таки создать новый продукт а не быть дистрибьютором чужого продукта здесь в России для нас это было очень важное решение ну помимо стоимости потому что Алибаба немножко другие деньги хотела а с Яндекс.Маркетом цифра открытая сделка составила там 30 миллиардов рублей 50% долей весь Яндекс.Маркет оценивается соответственно в 60 мы верим что мы сможем сделать большой эффект на сотрудничестве банка и встраивание банка в качественный интернет-магазин я думаю что у вас есть опыт работы с Амазоном или с Алибабой с Алиэкспрессом точнее в России ну в общем-то здесь у нас большие возможности мы например у нас есть стартапы в распознавании лиц есть стартапы в кибербезопасности есть стартапы вот в моей как бы зоне ответственности это онлайн-кассы кассы и смарт-кассы вот с фискальными накопителями они для нас очень важный источник информации и мы поэтому вложились в такое направление поэтому банк продолжает в этом направлении думать у нас и в развитии своего мессенджера и в развитии в том числе в области здравоохранения это электронная дистанционная медицина у нас есть стартап док-док который мы купили год назад и мы также активно работаем для того чтобы действительно клиентский профиль был максимально богатым чтобы мы так же как и гугл который работает с ip-адресом своего клиента и cookies который есть у него на компьютере мы могли давать более качественное предложение для своего клиента ну собственно мы наша сдача как организации как можно больше данных собрать о своем клиенте для того чтобы быть для него как более как можно более актуальным и мы здесь для этого мы развиваем наше поле стартапов для того что в конечном итоге профиль физического лица был максимально обогащен ну давайте я пример простой приведу вот представим что вот у вас в кармане есть многих карты да вы приходите карты и рассчитываетесь вот в ближайшем своем кафетерии вот допустим я здесь кафетерий наезде наверное кафетерий вот кафетерий замечательно сейчас время вечер как раз да и ну если мы закончим не сильно поздно может у вас останутся шансы поужинать а может у кого-то уже не останутся да а сидит в кафетерии предприниматель у которого вечер и у него как бы знаете истекает день и часто в кафе объявляют скидку 50% на продукты там последний час там кто-то знает если бы я был студент я бы точно бы знал проверьте то есть как бы даже я обращаю меня на это внимание вот он сидит со своей потребностью продать а вы значит у нас тут сколько 200 голодных студентов которые готовы у него что-то купить ну как мы встретимся то то есть как он вам донесет о том что он уже сидит на выходе и ждет и готов с 50% скидкой сосиску в тесте продать вам а собственно как вы об этом узнаете и почему это для вас релевантно я могу рассказать как бы ну с моей точки зрения ну как бы для развертывания технологии осталось два года выглядит она следующим образом значит у вас есть в кармане карта вы ходили в этот кафетерий что-то покупали в этом кафетерии внутри кассы стоит фискальный накопитель знаете да что такое фискальный накопитель фискальный накопитель маленькая такая штучка задача этого фискального накопителя передавать данные в оба каналоговой инспекции по каждому артикулу с ценой то есть он передает что кофе стоило 200 рублей сосиска в тесте стоило 100 рублей то есть не просто чек а чек с артикулом да то есть это важная информация она уже с 1 июля этого года она уже фактически собирается и соответственно содержимое всех этих чеков вот когда вы рассчитываетесь в любом месте вы видите оно уже довольно детальное оно все уходит налоговую инспекцию кто помогает этому процессу так называемые операторы фискальных данных их в России порядка 10 в том числе Яндекс тоже является оператором фискальных данных у Сбербанка у нас порядка 40% рынка фискальных данных то есть мы тоже являемся оператором фискальных данных наше дочернее общество является мы собираем эти данные для чего нам эти данные казалось ну что там как бы не сказать что это большой бизнес то есть там цена за передачу равна себестоимости это не выгодный ну не сказать не сильно выгодный бизнес там на нем большой маржи нет маржа в этом бизнесе на следующем то есть когда вы рассчитали свои карты мы можем связать ваш профиль в момент расчета эквайринга с тем чеком который был передан другими с вами мы знаем что вы употребляете кто-то пьет кофе кто-то пьет чай кто-то вегетарианец он сосиски в тесте не ест и вас вам наверное очень вас раздражают когда вы сходили ну лично меня раздражают я не знаю как вас я вот тут в м-видео один раз купил скороварку кофеварку какую-то какую-то варку мультиварку вспомнил вот мультиварку да значит и я теперь получаю спам ежедневно примерно раз в три дня я уже примерно засек там горячие дни там недели да мне ничего не нужно я уже все я как бы я все что мне нужно было купил и вот меня спамят этой всей ерундой да спамят 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 ну и конечно потом я настраиваю спам-фильтры и у меня больше видео как бы не появляется в моем почтовом ящике оно сразу туда так сказать в мусорку отправляется и вы многие из вас завалены просто этими предложениями потому что они для вас нерелевантны но наша как бы амбиция состоит в том что мы состояние этот профиль сделать связать обогатить и самое главное понимать как вы живете как настроен ваш день покупаете ли вы вечером сосиски в тесте или нет и дальше связать это с предпринимателем который находится на другой стороне который готов вам эту скидку сделать ну в конечном итоге мы верим в то что мы сможем построить систему в которой будет меньше как бы выброшенных товаров на мусорку меньше ненужных складов которые надо арендовать под ненужные товары и сделать систему логистики более эффективной я могу сказать что там масса существует развития и влево и вправо не знаю для торговых представителей которые из этой торговой точки делают заказы на продукты на управление остатками торговой точки и связыванием с потребителями на то что в вашем доме появится ящик которым курьер будет раз в неделю привозить и бросать вам просто необходимый запас продуктов кто это сделает первое то есть очевидно что это будет так если амазон запустил умный замок ну то есть идея умного замка что по биометрии распознается курьер компании амазон и как бы замок открывает ему дверь курьер заносит вам в квартиру ставит ваш продукт вам не надо бегать по улице где-то наукать с этим курьером там то ли он пришел то ли он не пришел то ли он приехал то ли он не приехал и как бы вечером думать все-таки привез он или не привез будут дети накормлены или нет то есть эта технология она уже она вот-вот она очень близко и мы верим что мы в состоянии в том числе и такую технологию построить и такой профиль создать многие зададут вопрос вторгается ли это мое личное пространство ну то есть да я как бы знаете как правило когда это вам мешает жить да и вам кажется что это не очень здорово то или как вот мвидио присылает ненужные предложения вы скажете да они вторгаются мое пространство но когда вы заходите на регистрации в самолет и вас пересаживают из экономического класса в бизнес да я не видел что кто-то сказал как же они использовали мои персональные данные негодяи они меня не любят они меня пересадили из экономии в бизнес и я полетел домой в бизнесе да вот мы хотим чтобы наши клиенты летали бизнес-классом ну в хорошем смысле этого слова чтобы они получали нужные предложения вовремя а не как попало были использованы как спам-ящики собственно ну и наверное на этом я предлагаю так сказать вводную часть закончить и перейти непосредственно к вопросам дорогие друзья чтобы у вас было время поужинать вот хотел бы можно с места если там кто посмелее я думаю что вопрос да пожалуйста я я я наверное так отвечу для значит какую ключевую ценность надо привить компании будущего чтобы она осталась актуальной для своих клиентов так вопрос я наверное самая важная ценность уважение к своим сотрудникам то есть как мне кажется ну наши сотрудники они зачастую умнее наших руководителей задача руководителей построить такую систему чтобы уметь слышать своих сотрудников потому что сотрудники как правило слышат своего клиента и глухие компании очень быстро умирают и мы я думаю что мы увидим много изменений и глухие компании будут уходить с рынка то есть переводя на язык управленческих инструментов то есть управление через страх оно очевидно эти компании ну если у них не какой-то монопольный рынок они вынуждены будут рынок покинуть по крайней мере высококонкурентный потребительский рынок 100% я не говорю про какие-то монополии естественные которые там сформировались и доставляют поэтому управление через как бы назовем так уважение своим сотрудникам в первую очередь Олег пожалуйста когда Сбербанк умрет как классический банк ну я не знаю ну как классический мы уже наверное уже умерли тогда кем вы будете да я уже я говорю что мы руководим разработкой в той или иной степени можно назвать это банком кто-то называет это ну так принято нас называют банком но на самом деле мы я вам сказал что стоит моя команда это уже в принципе технологическая компания наверное я бы так сказал спасибо за вопрос очень много говорилось о том что не только бизнес процессы идут в сторону IT вот точнее мало говорилось о том что еще и валюта она тоже становится информационной и вот хотелось бы узнать ваше мнение о криптовалюте стоит ли в это вкладываться и застрелить на это внимание криптовалюта самый популярный запрос в гугл прошлого года я думаю что вы лучше знаете ответы ну очевидно аналог какой-то необходим цифровой при движении средств между людьми между компаниями но он входит в противоречие с регулированием государства вы знаете что центральные банки довольно жестко регулируют этот процесс и собственно ну и даже тот же самый биткоин который набрал там сколько он 18 тысяч стоил долларов за биткоин сейчас стоит там порядка 6-8 потому что его применение государства будут с этим бороться сужать и этот процесс в конечном итоге выйдет но я думаю что в конечном итоге в какой-то технологии крипто доллара крипто какой-то фунта и крипто рубля я уверен я уверен что это ближайшее будущее потому что бумажная технология в том числе и свифт система она достаточно инертная я могу сказать что у наших клиентов у юридических лиц вызывает недоумение почему когда пи-ту-пи платеж вы по карте друг другу сделали он у вас доставлен за секунду а платеж свифт который вы отправили там своего контрагента допустим за границу он почему-то идет два дня он там два дня где он там идет вот это все равно это будет вызывать раздражение все что и поэтому в конечном итоге будет найден инструмент который но это не только криптовалюта вообще технология блокчейна она открывает большое количество возможностей но и в том числе для уничтожения такой должности как нотариус не знаю там это в первую очередь то есть криптовалют точнее блокчейн технология я думаю что изменит и это спасибо за вопрос Анатолий Леонидович я задам вопрос вот мы говорили о том кто какие профессии умрут мы много об этих лифтерах поговорили там о вахтерах там и прочих но какие профессии все-таки появятся какие профессии являются перспективными то есть то с чего я начал какие инженеры нужны сейчас норильскому никелю я вернусь наверное к самой основной мысли думая о профессии смотря на нее стоит как бы задуматься можно ли эту работу так или иначе автоматизировать если вы смотрите на эту работу и вам кажется что ее можно автоматизировать поверьте мне она точно будет автоматизирована но дизайн этого это как раз и есть самая востребованная наверное профессия которая так или иначе дизайн цифровых решений там разного рода роботов и пусть механических нано неважно каких это очевидно как бы будет очень востребовано на рынке потому что по крайней мере ближайшие с моей точки зрения лет 20-25 я не хочу быть футурологом но это то чем мы занимаемся ну как бы я лично занимаюсь каждый день и я кто-то может сказать а что же будут делать бухгалтера и куда они пойдут или там люди тех профессий количество которых будет уменьшаться ну понимаете это не такая большая технологическая революция человечество произошло через гораздо большую технологическую революцию как электричество то есть электричество это гигантская революция да и тем не менее как-то люди не было какого-то голода там да никто не вымер потому что появилось электричество люди просто обрели новое качество жизни и мне кажется что здесь тоже стоит на эту тему сильно паниковать здесь большое как бы не знаю там возможности для того чтобы переквалифицироваться действующим юристом нотариусом просто над как бы они немножко как бы уйдут в другую плоскость и на дути он как бы человек умеет очень хорошо приспосабливаться поверьте там вопросы справа справа банки направлении по новым технологиям в принципе нужно рассказывать мне достаточно понятно но мне интересует вопрос который интересует всех аспирантов до коллеги еще раз я хотел задать вопрос который каждый из вас хотел узнать вам в питер и я уверен что этот вопрос касается не ну кем нам стать лишь сделать наверно всем интересом ваши обучения спасибо довольно такой актуальный вопрос да нет для меня очень простой как управлять своим временем я два слова скажу ну как бы ничего наверно такого нового не происходит мой рабочий день подъем у меня там 6 утра обычно в 609 если быть совсем точно он уже как-то эта цифра выработана алгоритмом определенным точным соответственно в 630 я должен вытряхнуться из дома в 7 должен оказаться в спортзале примерно уже переодетым вот примерно это время занимает это обычно в 7 утра я там занимаюсь спортом играю в теннис и там другие ряды активности если я в командировке то там могу где-нибудь пробежаться далее в 9 оказываюсь на работе собственно самая интересная часть начинается как правило ну это в первую очередь распределение рабочего времени зависит от приоритетов приоритеты я определяю раз квартал количество у меня их там от пяти до семи я стараюсь достаточно дисциплинированно это делать хотя у меня не всегда это получается как бы иногда но я обсуждаю со своим помощником у меня есть помощь который помогает планировать мое время и задача которого ходит состыковать там календари и там чтобы чтобы я сегодня в семь часов попал сюда я не опоздал там и там был вовремя с вами потому что для меня это важно как бы не подвести людей потому что если я начинаю менять свой календарь хаотически то большое количество людей тоже начинает менять календари к сожалению есть корпоративные налоги это общее собрание типа правление и прочие встречи но они занимают у меня есть анализ рабочего времени ну как бы ретроспективный занимает 20 процентов времени не так много 20 процентов времени это клиенты ну клиент или работ сотрудниками с клиентами там где мне позволяет наблюдать и делать какие-то выводы что я могу изменить 20 процентов работ с подчиненными в том или ином виде какие-то там все остальное там и мы его не занимают много времени я почти не пишу e-mail потому что мне лень писать длинные e-mail и действительно мне весь надо кучу свет кентам сведи могу поговорить с командой своей могу и по-другому пообщаться но я не очень люблю писать длинные мы вы знаете некоторые руководители любят я не люблю вот в том что я в принципе печатаю довольно быстро но у них ну вот примерно ответить него быстро они вот просто анатолий вопрос пациент вот здесь максим тогда спасибо спасибо за вопрос у нас патриот ну пытались стать сбербанком но уже не получился а да я знаю что сбербанк построил школу а будущих своих может быть универсесоторонников да скажите пожалуйста вот как туда вообще можно попасть и открыт ли там доступ обычным сбербанкам спасибо за вопрос у нас действительно есть на новой регии корпоративный университет он действительно корпоративный в первую очередь он работает на наших сотрудников где-то примерно 70 процентов времени он работает так или иначе для сотрудников банка это основная задача развивать как бы сотрудников банка и роли места в этом университете вторая задача мы работаем на внешние программы то есть у нас заказывают обучение крупные компании проводят там какие-то сессии семинары встречи и мы фасилитируем этот процесс ну наверное вот ну насколько мне известно да мне довольно я с вероятностью 99 процентов внешнему человеку просто как бы подать аппликейшн набор сессия такого у нас нет и наверное не будет то есть мы в принципе как бы ориентированы на такое корпоративное образование все-таки ну мне нам кажется задача других учреждений как бы мы из масса бизнес школ которые в этом сегменте работают это в первую очередь их бизнес и их работ спасибо за вопрос вопрос вот антон ты подожди за тобой товарищ так вопрос такой вот фирбанк у нас в принципе понятно как образовался и образовался в той стране да 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 давайте для задних видов сделаем то есть фирбанк образовался на платформе этой страны и у нас следовало большое состояние правильно правильно да 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 это из доклада мы поняли о том что в принципе технология нужна она развивается но она основана больше как я понимаю на мегаторность в связи с тем что я работаю во всей стране то есть в плане бизнеса не выезжая там за 500 км от крупных городов технология умирает то есть надо обучать еще людей тому чтобы ей пользоваться значит а премьер у нас сегодня говорит о том что надо помогать малому бизнесу надо делать подъем значит и в работе сбербанка такой тенденции сегодня не наблюдается я клиент сбербанка очень много лет но работают через другие банки с иностранным капиталом потому что технология получения кредитования либо еще привилегий намного проще 50 раз и здесь возникает вопрос вот работа сейчас немножко преамбу озвучу то есть ну смысл он ну если как бы коротко то банку достаточно активно смотрит на работу с малым бизнесом да с удали с удаленными территориями то есть наши технологии больше направлены на как бы городское население да меньше на сельское удаленные местности и дальше вопрос вот смысл вопроса сводится к одному работая в разных регионах я по-любому вынужден работать через то отделение где он не работает расчет что делается для того чтобы я мог работать там допустим да взаимосвязано в филиале сбербанка к примеру но только в отдаленном регионах страны не возвращаясь в город не занимаясь перепиской и так далее очень хороший вопрос спасибо то есть ну почему это так происходит два слова скажу как специалист который занимается обслуживанием юридических лиц у юридического лица есть такая важная сущность как право доступа к расчетному счету а называется карточка образцов подписей это значит что в составе юридического лица такие такие сотрудники имеют право доступа к расчетному счету к осуществлению операции активных в том числе и операции списания и в соответствии с существующим положением центрального банка 312p я извиняюсь к сожалению за бюрократический язык эта карточка должна храниться непосредственно в отделении она в том филиале где вы открывали расчетный счет и внести изменения вы можете только там это действующее положение мы работаем с центральным банком непосредственно с зампредом Ольгой Николаевной Скорбогатовой для того чтобы это положение изменить чтобы эту карточку перевести в электронный вид чтобы у юридического лица такого как у вашего который работает по всей стране допустим была возможность вносить эти изменения в любом отделении ну банка я имею ввиду не только Сбербанка это в любом банке так к сожалению да и это некий анахронизм который мы унаследовали у нас давно уже лежит скан копия в нашей системе наш сотрудник может сверить но мы вынуждены хранить бумажную копию это требование регулятора так вот мы это обязательно сделаем я работаю лично над этим Антон ваш вопрос я там вижу вас потом спасибо за внимание у меня вопрос следующий вы вот говорите что планируется большое количество инновационных проектов да и как происходит выявление потребностей в том или он в сервисе и продукте в том что рисунки даже банки и понятно кто принимает решение на основе каких данных вот мы выкатим R продукт обновления сделаем мессенджер или сделаем блокчейн или сделаем с простого например у нашей фичи которая каждая фича которую мы выводим есть пять измеримостей ну понятно финансовый результат я уж сейчас попробую ну юзабилити ну то есть это просто мы допустим пять полей заменяем одним мы это приводим к юзабилити финансовый результат понятно что это нам дает какой-то прямой бизнес ощущение инновационности еще какие-то два я честно говоря не помню то есть мы их обычно по пятибалльной какой-то по пяти спорной системе оцениваем это таким образом дает нам некое понимание ценности для клиента нужно ли Face ID или не нужно нужен Apple Pay там или не нужен и будем ли мы делать к слову сказать Россия например по Apple Pay номер один в мире это ну как бы во многом ну как бы наше решение было что мы примем эту технологию не будем ее блокировать будем ее развивать и развили свою бесконтактную сеть приема платежей для того чтобы в Америке вы не рассчитаете с телефона очень редко где я могу сказать сможете рассчитаться с помощью телефона но как бы если говорить про стартапы то по-разному возникает я могу сказать что половина идей приходит от наших сотрудников которые приходят с какими-то мыслями а давайте мы сделаем так у меня есть какой-то фонд например лично у меня да я могу единолично принимать решения на небольшие какие-то сиды инвестиции назовем так сказать в идее своих сотрудников и я как бы как бизнес ангел или как сид фонд там некие инвестиции разрешаю своей команде делать ну и соответственно если эти идеи вырастают то они уже не знаю вот есть там может вы видите дом клик есть такая компания да она наше дочернее общество которое мы создали мои ребят создали в 2013 году мы очень хотели чтобы процесс подбора квартиры и получения ипотеки был гораздо более удобным ну я могу сказать ребята внутри нашей команды придумали эту идею и как бы сделали мы пришли Герману Оскручу там убедили он нам нам выдали уставной фонд там 70 миллионов рублей мы начали работать сейчас компания полтора миллиарда прибыли зарабатывает для банка ну и соответственно будет зарабатывать еще больше является будет ну наверное лидирующим агентством недвижимости сто процентов думаю до конца года будет номер один маркетплейсом по продаже недвижимости то есть мы не только ну не знаю делаем ипотеку мы там делаем все сервисы связанные с сопровождением купли-продажи жилья его регистрации аккредитивными механизмами сделки ну то есть там масса чего есть и даже подбор недвижимости спецпредложения от застройщиков и прочее то есть эта идея как бы родилась у наших сотрудников и мы поверьте им как бы много стараемся чтобы наши сотрудники такие идеи как бы к нам приносили ну а другие нам приходят с рынка компании предлагают с ними сотрудничать партнерствовать купить какую-то долю мы такие вопросы постоянно обсуждаем да ребят давайте отличники посидите пожалуйста немножко вот там на галерочке троечники сидят вот они очень хотят только громче пожалуйста да если можно один вы говорите про обучение для уделов слушателей что она отсутствует слушал о академии есть канаджменты да можно сказать насколько это буквально не связано с университетом да действительно я может быть посоветовал просто ходить на наш сайт у нас там я уверен что есть какие-то открытые материалы просто давно там сам лично как клиент не ходил на сайт зайдите на сайт корпоративного университета сбербанка там что касается курса про риск менеджмент ну наш банк единственный банк в России который прошел сертификацию центрального банка по так сказать по риск моделям другими словами наш риск рейтинг при принимает центральный банк для формирования резервов если так сказать более каким-то умным языком сказать то есть наше мы единственный банк в России который эту сертификацию прошел поэтому ну наше есть менеджмент наверное уж точно не хуже чем у других и по качеству нашего кредитного портфеля мы наш портфель в два с половиной раза более качественный чем в среднем по банковской системе поэтому курс стоит посмотреть ну ладно давай только быстро и второй вопрос насколько реально получить кредит малому бизнесу только отлившимся то есть какой долгий период начальника я думаю что трех ну то есть у нас есть там 3-6 месяцев да наверное как бы такой разумный период когда мы даем кредиты малому бизнесу у нас в неделю выдается порядка 12 миллиардов кредитов малому бизнесу это средний чек порядка там 3-4 миллионов рублей то есть это не какие-то большие деньги ну как бы малому бизнесу мы кредитуем я к слову сказать не согласен с тезисом про то что мы не кредитуем малый бизнес если бы Сбербанк не кредитовал МСП наши доля на рынке сейчас 30% кредитований субъектов МСП если бы мы в прошлом году не кредитовали или кредитовали медленнее то тогда бы рынок упал бы на 14% за счет нашей работы мы на 200 миллиардов нарастили свой портфель рынок вырос на 12% поэтому гораздо быстрее чем рынок кредитования крупнейших клиентов поэтому кредитуем малый бизнес и очень активно кредитований теперь вот отличником спасибо отлично за слово основной посыл в вашей следующей лекции был в том что будущее за сферой информационных технологий поэтому мой вопрос был вопрос держать именно в этой плоскости первый вопрос неоднократно вы упоминали о том что сейчас в тренде так называемый блокчейн блокчейн транзакции да и как мы знаем что блокчейн он производится в сетях P2P не следует ли нам ожидать от Сбербанка что в ближайшее время там скоро будут происходить вычисления наших платежей через наши компьютеры да как это в сетях не через единый север через компьютеры и сразу второй вопрос вы говорили о том что будущее в переводе вычисления в обычных сот но вы сейчас производите на собственных сот вы производите на собственных сот потому что они уже созданы или потому что все таки есть определенные риски передачи информации спасибо два слова один вопрос про перспективы развития технологий блокчейн и про анализ P2P платежей и второе процент обработки данных внутренне или внешне или облачные я так коротко еще раз прокомментирую давайте про P2P платежи то есть банка порядка 90% доля рынка на рынке P2P платежей мы и так видим все платежи нам для этого блокчейн не нужен и если кто-то кому-то ну не знаю я своему ребенку на обед деньги перевожу как бы мы это и так видим и мы видим другое дело как мы их используем но у нас есть скоринговая модель которая позволяет выявлять предпринимателей ну те люди которые занимаются предпринимательской деятельностью и мы если они у нас не обслуживаются предлагаем им прийти в Сбербанк такая модель и есть и в нашей базе мы выявили порядка двухсот тысяч например таких предпринимателей такая мы как бы их приглашаем к нам на расчетно-кассовое обслуживание становиться нашими клиентами как юридические лица вторая часть вопроса была про центр обработки данных облачные вычисления или не облачные я как бы еще раз вернусь к этому да но я считаю что для всех организаций это большой вызов и для банков в первую очередь потому что мы не можем передавать персональные данные наших клиентов в соответствии с российским законодательством в заграничные облака но я уверен что и здесь появятся необходимые облака и качественная инфраструктура и либо будет сертифицированная технология хеширования данных так называемая которая позволит обезличенные данные все-таки хранить ну как бы понятно что это займет какое-то время амазону гораздо проще хранить свои данные как книжка где-то за границей но очень мало европейских банков уже как бы хранят данные в облаке из-за тех же самых ограничений ну как бы банком придется искать решение или иначе за них найдут решение кто-то другие поэтому мы обязательно найдем это решение иначе просто мы это будет нам очень дорого стоит спасибо ребят последний вопрос ну давайте последние два вопроса вот ваши ваши сначала вы спасибо за вопрос я еще раз с чего начинается решение задач для топ-менеджера но наверное самое важное как бы момент работ с командой я тут Америке не открою я как бы не в состоянии сам все свои задачи как бы придумывать создавать и решать только через работу с командой и в первую очередь подбор правильных людей с нужным уровнем компетенции для решения тех задач которые перед нами стоят и вот наверное это мой как бы первый шаг я безусловно ну как бы уделяю очень серьезное внимание подбору ребят в свою команду их развитию и это наверное как бы мой если меня спросить про приоритеты задавали вопрос про мое время это мой ключевой приоритет и соответственно развитие подчиненных борт минус 2 там и людей которые работают в регионах это очень важно вот собственно если ничего не поменялось и не поменяется в ближайшее время так последний вопрос ваш вопрос следующий вопрос следующий так я хотел бы очень интересный вопрос следующий так все больше приобретает элементов технологических компаний различных и эти элементы зачастую они не составляют единого целого существует ли какое-то единое понимание я не думаю что у кого-то это понимание есть или это понимание может быть было у основателей там Apple или Google в тот момент когда они создавали свои продукты и это как бы итерационный процесс как бы я свой опыт могу только передать мне каждый год как бы работая в своей в любой организации где я работал как бы насвоение нового опыта оно производило какой-то я открывались новые горизонты поэтому это как бы процесс итерационный как мы как-то будет выглядеть я не футуровок это там Рэй Курцвилл там лучше лекции эти почитать и если вам это увлекает то я их честно говоря особо не читаю да то есть трехлетняя стратегия утверждена и я в принципе основные элементы представил мы как бы должны там научиться взаимодействовать с компаниями своими дочерними для того чтобы иметь единый механизм взаимодействия и от этого должны выиграть наши клиенты ну давайте я проведу простой пример вот для юридических лиц задавали вопрос ну у всех есть ERP система какая-то стоит 1С как правило да в России лидер рынка ну вот мы в марте вывели на рынок продукт может быть он пока не сильно так как бы известен но мы уверены что у него большое будущее это механизм интеграции полная интеграция системы 1С то есть заемщик который кредитуется у нас я теперь говорю он соответствует там всеми требованиями центральных центрального банка должен ежеквартально предоставлять информацию так называемый мониторинг этот мониторинг довольно трудоемкая дева на стороне заемщика там надо предоставлять все формы 50 и 51 счет там и другие все счета развертку по ним и балансовые все данные необходимые еще и подтверждать в налоговой инспекции в соответствии ежегодно это довольно хлопотно и мы с 1С сделали прямой шизо обмена данными у нас уже там порядка 300 клиентов нам просто данные переливает и мы за это более того готовы тем кто это делает электронные кто это делает чаще чем раз в квартал там раз в месяц давать скидки за кредиты потому что мы верим в то что он как бы более прозрачные клиенты нам нужны есть клиент готов быть прозрачным по отношению к своему финансовому институту то это открывает возможности для банка для более глубокого уровня сотрудничества больших кредитов больших лимитов меньших ставок и ну как бы вот будущее за как бы взаимный такой вин-вин но не все клиенты хотят открыться это тоже как бы другая проблема многие ведут серый бизнес и как бы они не готовы свои в том числе европейские системы открывать это вопрос для нас хотим ли мы с такими клиентами работать и мы не всегда отвечаем на этот вопрос утвердительно некоторым большому количеству клиентов отказа я могу сказать пока большом да и ну поэтому собственно вот может быть подобные механизмы они позволяют продукты которые мы будем выводить на рынок постоянно видеть новые горизонты два года назад мы не видели такого горизонта у нас на него полтора года это интеграция ну а мы и сделали анатолий и они ребята ребят простите там есть команда регламент спасибо давайте я тоже спущусь значит на правах на правах модератора так сказать нашего разговора я хотел бы задать вот последний вопрос потому что часто ко мне часто ко мне приходят вот на собеседование ребята в мою компанию да сплехановки академии выпускники и начинают но когда я спрашиваю что же вы хотите но половина говорят что я хочу большую зарплату и большой кабинет но очень многие очень многие говорят о том что я хочу стать предпринимателем я хочу поучиться у вас там 3-4 года да а потом пойти вот типа сам и вот есть сейчас я недавно совершенно столкнулся с уникальным с уникальным проектором Сбербанка это деловая среда который будет полезен вот в первую очередь галерки там молодежь сидит анатолий пару слов вот про этот проект образовательный проект для предпринимателей спасибо за вопрос да пожалуйста образовательный проект мы задавали вопрос как правильный университет могут ли они нам поучиться мы пошли других путем нам кажется что современный бизнес с образованием но оно как бы я может быть к злузам существующим потому что он совершенно длинный и может быть совсем в том формате в котором люди пробили контент воспринимать существуют а такое значение гиперия она может быть совсем удобная слишком академически как бы написано а бизнес-школы которые существуют они для полного цифра разработок для предпринимания я не скажу что я имею ввиду ну сейчас я смотрю в любую бизнес-школу которую вы видите в партфолио у каких-то учителей практически третий сострентов так называются которые там преподают и у них есть какая-то своя специфика кто-то видит что преподает кто-то может финансы кто-то нету такого бизнес-школу который дает полный титул всего предпринимательства мы не видели может быть она и существует я с удовольствием с ней буду сотрудничать но именно от того как вдохновение как создать компанию и как сформировать свою бизнес-модель для своих клиентов как вы предпринимаете свою форму как построить свои партнерские отношения как вести работу с кадрами как управлять рисками был правильный вопрос совершенно до того как собирать компанию как выходить из компании как формировать эффективные партнерства как продавать дорогу как вообще вы знаете что открыть компанию стоит 6 тысяч рублей закрыть компанию стоит 100 тысяч рублей в принципе если вы хотите утопить компанию в принципе это примерно будет вам сказать сколько стоит и как собственно в том числе правильные политические оформления чтобы у вас не было никаких проблем это мы собственно мы думали о том у нас были до образования мы не успешны мы потратили небольшое количество денег ну небольшое и в этом прошло делать идея у нашей команды образовательного портала но мы решили создать открытый образовательный портал который любой финансовый институт образовательный если не знаю бизнес-школы у нас есть Blackstar как я описывал образовательный люди G.A.W.E. из таких проект выручивает свой контент и у каждого 12 категорий у каждого есть как бы называемые владельцы категории G.A.W.S.A. модели категории разновления и мы построили образовательную платформу запустили рекорд на ней 3000 есть людей которые учатся мы активно развиваем и у нас есть большой партнерс с корпорацией Google по этой теме Google пришел в Россию и сказал что он хочет заниматься организованием и готов видеть приличные деньги для этого мы в прошлом году с ним идем в рочный образовательный проект в регионах России не в Москве мы специально не работаем в Москве потому что в Москве это старшее образование будет молодо для его дойти у нас проекты в Приморском крае и в Ленинграде это очень дистанционное образование где в СДБА уступает организатор в СДБА организовывает мониторий организовывает взаимодействие с администрацией и Google помогает с контентом то есть мы работаем на бизнес-образовании и наши образования мы не берем деньги мы верим то что в принципе мы хотим чтобы приниматели развивались потому что нам нужны качественные приниматели улучшают качество жизни я вас приглашаю заходить на смотреть образовательную платформу потому что вам будет интересно учитесь бесплатно пользуйтесь контентом всех ключевых бизнес-школ соответственно университетов и надеюсь вам понравится но мой первый контент такой который выполняется самим все ребят спасибо маленькое организационное так сказать объявление все задавали вопросы можно ли получить презентацию так вот ребята презентацию получить можно все кто регистрировались сегодня они получат и презентацию и полную ссылку на видео наши операторы сегодня работали спасибо вам значит и смотрите кроме всего прочего все эти материалы будут выложены на сайте ассоциации выпускников и на сайтах ассоциации выпускников вузов партнеров это Новосибирского университета Санкт-Петербургского университета российской экономической школы вот и следите за новостями ждем вас на наших следующих мероприятиях а сейчас давайте знаете что сделаем давайте вот так вот тут построимся дружно да и сделаем парадное флота а а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok